Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о такой довольно широко распространенной практике резки картофеля. Когда мы готовим картофель к посадке, многие для экономии или по каким-то советам, что какая-то обрезка клубни картофеля поперёк, нанесение каких-то надрезов позволит увеличить в будущем урожай картофеля, начинают такую, ну как бы сказать, картофельную хирургию, начинают его резать, начинают его каким-то образом повреждать. Насколько это действительно имеет смысл? Да, когда-то в старые времена, когда еды не хватало, когда картофеля не хватало, когда семян картофеля не хватало, практика разрезания клубней для увеличения количества посадочного материала применялась достаточно широко. Однако же этот приём является очень и очень опасным, и я вам скажу почему. Дело в том, что нанесение любых повреждений на клубень картофеля открывает ворота для инфекции. Какая инфекция является наиболее опасной, которая передаётся через нож? Это, конечно же, в первую очередь бактериальные и вирусные заболевания. Бактериальные заболевания в клубне картофеля могут проходить в достаточно скрытой форме. Бактерии могут распределяться, в особенности клавибактер, мичиганенсис, там другие возбудители бактериозов, какие-то рвини, которые вызывают чёрную ножку, могут распределяться по поверхности клубня и не вызывать каких-то у нас визуальных сомнений относительно того, здоров этот клубень или нет. Однако в экспериментах и опытах было показано, что один клубень, поражённый болезнями, будучи разрезанным, и если потом этим же ножом начинать разрезать другие картофелины, можно заразить более 25 клубней этим самым ножом. Таким образом, имея одну больную картофелину и нож, которым её разрезали, будет поражено ещё хотя бы, по крайней мере, 25 клубней. Это первая опасность – распространение бактериальных заболеваний. Вторая опасность касается распространения вирусных заболеваний. В эти дни все, конечно, озабочены вирусной инфекцией. 20-й год у нас весна, и все видят, насколько вирусы могут быть вирулентны, ну то есть, насколько сильно они могут заражать. То же самое в полной мере касается и вирусов картофеля. Вирусы картофеля в спящем состоянии находятся в соке картофельном. Активизируются они только в самих проростках, когда он начинает прорастать. Но находятся они и в самом картофеле. Поэтому, когда вы обмазываете в соке картофеля нож, вы одновременно обогащаете его миллиардами вирусных частиц и разносите эти вирусные частицы по всем своим клубням. Что еще более опасно, чем распространение бактерий, потому что уже вирусы вам не 25 клубней, а 250 клубней могут заразить. Таким образом, использование любой хирургии в отношении семенного картофеля является крайне нецелесообразным. Но если уж вы все-таки решились резать свой картофель перед посадкой, то после каждого нанесения каких-то порезов на картофель обязательно дезинфицируйте нож, протирайте его водкой, спиртом, любыми дезинфицирующими растворами, хлоргексидином и так далее. Но лучше всего, конечно, спиртсодержащими крепкими дезинфицирующими растворами. Потому что если хлоргексидин, мукасанин, какие-то другие дезинфектанты аптечные помогут избавиться от бактерий, то от вирусов они могут, так сказать, ну за те секунды, которые вы наносите эти растворы, могут и не справиться. Ну а лучше всего не использовать никакую картофельную хирургию. Вот такой мой вам совет. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»